вы меня хорошо видели так привет друзья у нас сегодня небольшой эфир на тему депрессия какая она сегодня бывает что с ней сегодня делать так что такое мне кажется у меня все работает все выбил выбивает как будто бы ошибка но по-моему все все работает все видно это небольшой эфир поделюсь своими размышлениями насчет депрессии сегодня и что я с этим совсем делаю и так кто меня видит пишите комментарии ставьте лайки даже если вы смотрите это видео в записи я все равно буду благодарен если вы поделитесь своими мыслями по поводу услышанного я люблю когда вы делитесь и итак депрессия депрессия первое что я хочу сказать что депрессия это не просто грусть это сложная глубокая такая сложная структура депрессия она бывает разная и у нее много разных причин есть большая большое депрессивное расстройство да это то что обусловлено какими-то внутренними факторами это серьезное заболевание и его может лечить только врач психиатр наряду из четыре больших вот таких эндогенных заболевания шизофрения эпилепсия маниакально депрессивный психоз и большое аффективное расстройство или большая большая депрессивное расстройство то она еще называется 4 эндогенных заболевания которые не имеют внешних причин и лечатся только психиатрически но мы говорим не про это не про психиатрическую депрессию а более мы говорим про так называемую реактивную депрессию что такое реактивное да когда это реакция на что-то реактивная депрессия это реакция на что-то например человека происходит какая-то психотравма и как реакция на нее это депрессия конечно же вы наверное слышали и про сезонную депрессию период весна осень и так называемая рекуррентная депрессия или постоянно возвращающиеся да еще есть тревожная депрессия когда она идет такая в перемешку с тревожным расстройством депрессивное расстройство личности когда человек сам по себе вот тут такой немножечко депрессивный и гневливая депрессия с элементами с нотками гнева агрессии в общем она бывает раз на сегодня конечно мы в большей степени имеем дело с реактивной депрессии и так чуть-чуть поговорим как она проявляется есть так называемая триада депрессии триада депрессии это пониженный фон настроения интеллектуальное торможение рассеянность плохо собранность мышление очень такое медленное вязкое ну и конечно же подавленная активность подавленная двигательная активность хочется калачиком свернуться и лежать то есть волевые механизмы очень сильно подавлены но и наверное наверное вот как с ней работать именно в самом слове кроется ответ самом слове в самом названии кроется ответ депрессия да вы уже наверно поняли что это слово переводится с латинского до депрессию депрессию это подавленность что-то подавлено и соответственно для работы с депрессией нам нужно понять что именно подавлено что же там подавляется а подавляется как правило до вначале подавляются эмоции потом раз эмоции подавляется следующее что будет подавляться это потребность потребности подавляется потом подавляются инстинкты потому что есть так называемый три единый мозг не буду долго туда идти в это рассказывать но действительно в начале в начале депрессии начале она как она начинается главным первый главный девиз депрессии не хочу не хочу вставать не хочу ничего делать не хочу об этом думать не хочу есть и начинается вот это вот подавленность вот этот вот не хочу не хочу не хочу да очень много чего не хочу и это первая фаза депрессии когда подавляются эмоции подавляются потребности подавляются инстинкты настолько что человек действительно ничего не хочет после первой фазы наступает вторая фаза то есть человек такой лежит такой ему не хочу не хочется делать не хочется работать не хочется вставать в пост постели и начинаются дурные мысли не хочется она да не хочется осил нет не хочется но это неправильно да и развиваются вот эти глупые дурные ненужные мысли и как правило они заканчиваются одним единственным человек принимает решение я ничтожество и похоже это на долго и вот это вот вторая фаза депрессии то есть первая фаза депрессии не хочу вторая фаза депрессии я ничтожество это похоже на долго и понятно что я это утрирую и там много других мыслей но ключевой момент да это подавленность нас не только в настроении но и в поведении и мрачные негативные мысли как близкие реагируют на такое проявление как правило наши близкие наши и вообще люди сегодня не понимают что такое депрессия и часто они сначала пытаются помочь бодрить то ладно то что ты а у других еще хуже бывают и от этого легче не становится а депрессия еще побольше появляется это чувство вины не человек еще глубже попадает в свою депрессию больше туда зарывается потом близкие пытаются помочь еще активнее они уже начинают злиться они не понимают что происходит вообще у нас депрессия не считается болезнью депрессия вообще не считается чем-то легальным то есть если человек в депрессии то как правило люди не понимают всю серьезность этого процесса вот если гриппом заболел если температура если там кашляет это понятно да ну окей мы делаем поблажку это не всегда если человек заболел депрессией то близкие не понимают считает ну жиру бесится жиру месяца тогда они злятся они выводят на злость то что ты лежишь все время ам я что ли не в депрессии и действительно они пытаются дать волшебный пентель волшебный пентель как иногда срабатывает действительно он иногда срабатывает том случае если депрессия легкая или средней тяжести но если это более тяжелая депрессия более глубокая то этот волшебный пентель делает еще хуже там то есть человек еще больше впадает свой депрессивный эпизод и еще больше проваливается в подавленность в эти дурные мысли и действительно лучшее решение это убирать причин депрессии причина депрессии потому что если причину не убрать то может произойти произойти конверсия а что значит конверсия человек найдет способ вот эти непрожитые чувства непрожитые непрожитые потребности удовлетворять какими другими способами например бедными привычками он может или каким-то другим деструктивным поведением в самых крайних ужасных проявлениях это суицид суицид и поэтому действительно для работы с реактивной депрессией и вообще с депрессией нужно знать ее причину какая может быть причина я уже сказал это подавленные чувства то есть в работе с депрессией мы должны понимать какие чувства подавлены какие чувства не были прожиты и с кем они связаны с кем они связаны с чем они связаны и по сути дела помочь человеку разблокировать и прожить эти чувства очень часто это подавленный гнев очень часто подавленный гнев гнев подавленный гнев он рано или поздно всегда будет приводить к депрессии депрессии как разблокировать эти чувства ну во первых я использую модель баланс для этого позитивщики знают что то такое и значит такое бегство в депрессию но действительно мы можем поисследовать все сферы жизни что где как про что они как жил человек до депрессивного эпизода что произошло и соответственно поисследовать по этим сферам тела дело контакты смысл жизни где же произошло это подавление а что человек ушел в депрессию еще один важный момент который я хочу сказать в работе с депрессией депрессия это защитный механизм почему она происходит потому что человек попал в сложную ситуацию он пытался с ней как-то справиться но к сожалению к сожалению у него не хватило сил психических сил чтобы с ней справиться и психика вы уходим в депрессию как защитный механизм чтобы аккумулировать и не растратить вот эту остатки психической энергии то есть человек будто бы лежит замерзши до для чего чтобы не растратить вот те остатки энергии которые у него внутри да и поэтому очень важно очень важно дать человеку аккумулировать силы с депрессия это как способ аккумулировать силы единственный момент важно там не застрять не застрять так что еще можно сказать про депрессию первое наверное я подытожил на данный момент это не весь эфир я еще больше буду говорить про депрессию в следующих эфирах но первое что стоит делать в работе с депрессией действительно попробовать по исследовать какие чувства были подавлены с кем или с чем они связаны вот эти подавленные чувства помочь им разблокироваться прожить да как только по появится эти чувства разблокируются то тогда постепенно будет проходить депрессию это не все это только начало более подробно я буду говорить про это в следующих эфирах ну а сейчас наверное этого достаточно так рад я я тоже всех вас видеть рад вашим комментариям но в любом случае это небольшой и незапланированный эфир завтра проведу запланированные более подробный более интересный эфир про депрессию она сейчас предлагаю подумать какие чувства заблокированы моей депрессии схем или с чем они связаны какие чувства подавлены как я их подавляю для чего я их подавляю или кто подавляет что подавляет мои чувства какие чувства вот там эти вот есть вчера фильм смотрел как будто бы мне внутри застрял какой-то крик и мне вчера так отозвалась вот это высказывание главного героя фильме внутри застрял какой-то крик и вот если бы эти чувства смогли говорить чтобы они сказали про что бы они сказали но делать очень аккуратно делать очень осторожно бережно к себе бережно потому что депрессия это защитная функция чтобы не растратить энергию чтобы сохраниться чтобы аккумулировать силы не тоже есть очень много цен так и да ну что ж завтра поговорим подробнее про это она сейчас друзья всем пока пока спасибо что смотрели за и тогда завтра